Вот площадочка, смотрите. Тут у нас сейчас большой теннис будет. Объехать все 126 спортивных кортов города депутаты городской думы, конечно, бы не смогли. Проехали только по трем районам города. В их поле зрения оказались образцово-показательные площадки. Городские парламентарии попытались разобраться, от каких факторов зависит их содержание. Вот условно говоря, модель успеха, вашего успеха, заключается в чем? Ну, первое, в наличии человека, который вообще решил за это взять. Желание. Живет в Ленинском районе энтузиаст ветеран спорта Юрий Чехлатый. О его делах говорит отвоеванный подвал пятиэтажки. Скоро он превратится в спортклуб. А началось все с заливки льда для местной дворовой площадки. Когда я был маленький, мы жили здесь недалеко, болото было. И ребята, Стариков Виктор Иванович, тренер мой по хоккею, он туда ребятишек на первый лед приводил. И мне, вот я в этот хоккей влюбился, в эти майки, в восход. Пошли результаты, желания у меня. Чемпион России дважды был я 15-16 лет. Теперь эти друзья, которые со мной были, значит, по тюрьмам пошли. Двое из них погибли. И я уж их и не вижу, не знаю. И вот это все, вот я вспоминаю и думаю, и у нас же такая ситуация, ну раз, здесь происходит. Депутаты были едины, все дело в человеческом факторе. Таких деятельных активистов в городе немало. Но на голом энтузиазме долго не проедешь, нужна система. Нет, как вы говорите, вот все правильно идем. Надо положение, переводить их на баланс, закладывать свое финансирование, чтобы хотя бы платить зарплату людям, организаторам, хотя бы. Сегодняшний выезд, мы хотим посмотреть, какие формы и, может быть, модели на сегодняшний день. То есть в современных условиях легче или реанимировать, или в чем помочь, чтобы они заработали так, как положено для ребят по месту жительства, чтобы было уютно, удобно школам. Или если есть рядом клубы или общественная организация, значит, как они, по какой методике начинают работать на тех спортивных площадках, которые есть. Эта площадка в тракторозаводском районе не пустует никогда. Зимой хоккейные баталии, а летом баскетбол. Двор на двор не было, было класс на класс, старший параллель с младшими. Потому что там у школы ворота сняли, поэтому мы здесь играем. Присматривают за ней всем миром. И кто с администрацией, и депутаты городской думы. Сейчас это финансовая проблема, потому что, допустим, для того, чтобы отремонтировать те же ворота, нужны средства. Ну, как бы, пока что это приходится, получается решать. Вопросы эти решаются с помощью и ЖЭКа, и спорткомитета администрации, и самой администрации нашего района. Ну, допустим, опять же таки, вот проблема возникает. Та же спортивная форма по хоккею, допустим. Другой пример – школа 39, тоже район ЧТЗ. Здесь площадка появилась благодаря председателю городской думы Борису Витгофу. Освещённая и радиофицированная она становится местом притяжения для всей округи. Но учитель физкультуры этой школы уверен, тренер-хозяин для стадиона всё равно нужен. Должен быть организатор, но я сам понимаю, что финансово, конечно, обеспечения нет. Есть у нас здесь очень такой деятельный представитель жильцов, которые собирают вокруг себя, вот знаете, может быть, даже не поверят опиционеры, которые не будут. То, что поиграть на видео, подготовить счастье. Все депутаты входят в комиссию по социальной политике. И уже не один год они бьются над разработкой городской целевой программы с полноценным финансированием. Наталья Баскова уверена, нужна структура, которая бы комплексно следила за дворовым спортом. Вот наша инициатива комиссии заключается в том, что должна быть городская программа, которая бы предполагала системные вещи, на чьём балансе находятся эти площадки, кто отвечает за них, за содержание, и кто отвечает за то, чтобы на этих площадках была активная спортивная жизнь. Чтобы вернуть спортивные страсти во дворы, есть немало рецептов. Денис Девяткин рассказал, почему в его округе спортивный корт становится лучшим в городе уже третий год подряд. Это заслуга, конечно. Тут комплексно идёт работа. Тут помогает и администрация Курчатовского района. Предприниматели помогают. Один из предпринимателей, который выделяет значительные деньги на содержание корта, на зарплату тренеру, который занимается с детьми. Более сотни детей занимаются. Народные избранники обращаются к населению и всем неравнодушным к спорту. Если у вас есть идеи и желание возродить массовый спорт во дворах и увезти детей от компьютеров, действуйте, а городские власти постараются сделать для этого максимум в нынешних экономических условиях. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова